Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире «Столица Нижняя» и в студии Антон Ганин сегодня в программе. Забытые сараи. Администрация Советского района Нижнего Новгорода начала расчищать дворы от бесхозных построек. Солнечно незащищенные. Врачи рассказали, кому следует воздержаться от загара. Глобальные проблемы глазами художников. Юбилейная выставка современного искусства «Вертикаль» открылась в Нижнем Новгороде. Семь лет на седьмом небе от счастья. Торгово-развлекательный центр «Седьмое небо» отметил день рождения. В Нижнем Новгороде активно избавляются от бесхозных сараев и гаражей. Сегодня к этой работе приступили в советском районе города, в одном из дворов по улице Четверикова. В этих сараях раньше хранился уголь для отопления домов, затем многие из них не использовали. Они несколько раз горели, плюс в них периодически селились лица без определенного места жительства. На снос подобных объектов в бюджете Нижнего Новгорода заложено 12 миллионов рублей. Порядок работ следующий. После сноса мусор сортируют, отвозят на полигоны. Освободившиеся территории ждет благоустройство. На участки привозят плодородную землю и засеивают ее газоном. Отмечу, что снос всех сараев только в советском районе города обойдется примерно в 20 миллионов рублей. Когда мы выходили к жителям, зачастую говорим, для чего вы используете, кто для хранения использует, кто-то давным-давно вообще не используется в данном помещении. И процентов 80-90 поддерживают идеи сноса, потому что они им давным-давно не используются. К сожалению, этим пользуются, так скажем, и лица без определенного места жительства. Зачастую их поджигают, используют люди как в качестве места для закладки наркотиков и так далее. То есть коммуниститет это место использует. И так как зона ответственности наша, муниципальная, муниципальные земли, не дай бог, что произойдет здесь, это наша ответственность. И наша задача основная – это безопасность. Снесем, сделаем благоприятное место. Это же хорошо. Да, работы начались, слава богу, мы вот ждем, когда результат будет конечный, чтобы увидеть своими глазами, что нам и засыпают все, и деревья спилят эти, и дороги нам сделают, и площадку детскую, и для машины стоянку, чтобы под окнами машины не стояли. Нижегородские дерматологи и онкологи рассказали об опасности солнечного загара. По их мнению, как таковой пользы от длительного отхождения на солнце не существует в принципе. При этом получение загара на пляже полезнее по ходу в солярий. В теме разбирался Евгений Деревенко. Споры о вреде и пользе солнца возникают каждый год с приходом лета. Шоколадный оттенок кожи, который хотят получить большинство – это защитная реакция организма человека на воздействие ультрафиолетовых лучей. В натуральном виде они менее опасны, чем в солярии. Загар в солярии, он намного вреднее, поскольку интенсивность лучей там сильнее, воздействие оказывается более мощное. И в основном в солярии содержатся лучи ультрафиолета типа А. А на солнышке в основном это ультрафиолет типа Б, поэтому ультрафиолет типа А, он активнее, он проникает глубже. Поэтому вред от солярия намного сильнее, чем просто от солнечного света. Идеальное время для загара – до 10 утра и после трёх дней. Тогда есть шанс не обгореть и избежать теплового удара. Но пользоваться защитными кремами и головным убором нужно обязательно. И это ещё не всё. Есть люди, которым гораздо полезнее полежать в тени. Загар противопоказан людям с заболеваниями щитовидной железы, аутоиммунными заболеваниями и тем, у кого много родинок на коже. Этот список пополняют и те, у кого не заложены защита от ультрафиолета на генетическом уровне. Конечно, есть определённые градации, градации по фототипам кожи. И, естественно, самые подверженные этому воздействию, у которых действительно очень высока вероятность развития опухоли кожи, это люди со светлой кожей, со светлыми глазами, со светлыми волосами. Ярким примером такого светлого фототипа являются вообще рыжие люди с веснушками, у которых, в принципе, загар, то есть воздействие ультрафиолетовых лучей и загар не проявляется. То есть они после пребывания на солнце в основном только красного цвета. И никакой пигментации у них не появляется. Почему? Потому что генетически, к сожалению, они не защищены от ультрафиолетового луча. У них нет такого активного метаболизма меланоцитов, который вызывает загар, то есть потемнение кожи, которое является защитной реакцией от ультрафиолетового излучения. Судя по количеству нижегородцев, которые спасаются от жары на пляжах у воды, все эти аргументы их не пугают. Они готовы купаться в солнечных лучах чуть ли не до заката небесного светила. Остановить их способна только прохладная погода. Кстати, на ближайшие выходные дают неутешительные прогнозы. Жару сменит похолодание до 17 градусов и дожди. Евгений Деревянко, Антон Ганин, столица Нижнего. Юбилейная выставка в современного искусства «Вертикаль» открылась в музейно-выставочном комплексе «Микулы» в Нижнем Новгороде. Это уже десятая экспозиция, в которой представлены работы как начинающих, так и опытных художников. В этом году проект объединил более 60 участников. В своих работах они затрагивают разнообразные темы – одиночество, любви, урбанизма, экологии, красоты тела, философии потребления и многие другие. Впервые зрители смогут не только увидеть произведения искусства, но и пообщаться с их авторами. Работать выставка «Вертикаль» будет до 12 июля. Выставляем мы всех, кто к нам приходит. Тематика очень контрастная, очень разная. У кого-то лирические работы, у кого-то работа на остросоциальную тему. Они могут висеть даже рядом, и это хорошо и интересно. Кто-то работает в реалистической манере, в классической. У кого-то сюрреализм или вообще что-то лютое бывает на полотнах. Мне кажется, это классно, это хорошо, это диалог. Здесь есть живопись, графика, инсталляции, керамика. Семь лет на седьмом небе от счастья. По таким девизам прошел седьмой день рождения торгово-развлекательного центра «Седьмое небо». Весь день покупатели ждали специальные предложения, скидки и подарки. Подробности в нашем следующем сюжете. В день своего рождения, 21 июня, торгово-развлекательный центр «Седьмое небо» и каждый его магазин подготовили для всех нижегородцев специальные акции, скидки и множество приятных сюрпризов. Гости смогли принять участие в различных конкурсах, посетить футбольную площадку, детские аттракционы, мастер-классы и в прямом смысле слова почувствовать себя на седьмом небе от счастья. Очень здорово, очень прикольно. Очень приятно, да, всегда так. Традиционно в день рождения торгово-развлекательного центра «Седьмое небо» прошел конкурс «Мама года», в котором приняли участие шесть победительниц прошлых лет. Почетное звание получила Елена Голубь. Именно она продемонстрировала не только красоту, творческие таланты, но и самое главное – лучшие материнские качества. И все, признается победительница, благодаря поддержке своего мужа и двух дочерей. Неожиданно, приятно. Вел меня муж туда второй раз подряд. Меня туда вел муж, поддерживал и говорил, ты можешь, давай, давай, давай. Мама должна быть активной и любить своих детей. Мне кажется, что мы сделали максимум, да. Она очень хорошая. А еще какая? Добрая. Главный же приз этого дня был разыгран по итогам годовой акции «Отпуск в подарок». Ее победителем стала обладательница карты постоянного покупателя торгово-развлекательного центра «Седьмое небо», совершившая наибольшее количество покупок Наталья Иванова. Сертификат на право отправиться в путешествие всей семьей в любую точку мира. За нее получила сестра Екатерина, поскольку победительница находилась за границей. Она в этот раз тоже удивилась, потому что, как оно известно, она уже получала этот приз. Это второй раз у нее так получилось. А очень обрадовалась. Семь лет на «Седьмом небе от счастья» под таким девизом прошел весь праздничный день. Как признался генеральный директор торгово-развлекательного центра Александр Какович, статистика его абсолютно оправдывает. За все годы существования «Седьмое небо» посетили более 70 миллионов человек. И неудивительно, ведь в нем представлены более 120 ведущих производителей одежды ведущих брендов, российские и зарубежные гипермаркеты. Есть крупнейший в регионе кинотеатр с единственным в городе суперзалом «Аймакс» и спортивный клуб с бассейном. Сегодня прекрасный праздник. Семь лет – это уже возраст для торгово-развлекательного центра. И «Семерка» у нас в названии. Мы сделали максимально возможное для наших операторов, чтобы им было комфортно торговать. И все люди, которые приходили к нам для совершения покупок, получали удовольствие. Седьмое небо, торча спято против рукой. Седьмое небо, приходишь, ты будто домой. Седьмое небо, веселый, счастливый, семьяный, без счастливых покупок спеши. В завершении дня рождения «Седьмого неба» всех постоянных покупателей и тех, кто пришел впервые, своим концертом порадовала группа «Джонни Депп», а также невероятное световое шоу. Евгений Деревянко, Илья Васенин, «Столица Нижняя». Это все новости к этому часу. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!